так ну здравствуйте значит смотрите ну да на сегодняшний день самое актуальное что у нас тут происходит вокруг во всяком случае с полным изображением паники и так далее это у нас вот этот вирусня значит с короны и так далее и тому подобное да но в принципе для тех кто все еще как бы не подвластен панике на тех действует в общем то статистика вот которая собственно говорит что на самом деле проблема очень сильно сильно раздута из ничего ну соответственно для тех кто все-таки начал бояться рассказываю смотрите далекое далекое время назад европе была эпидемия чумы и во время этой чумы во время этой эпидемии была отловлена группа бандитов которые значит ходили по томам грабили их пользуясь тем что хозяева валяются тут же и сильно сильно болеют не в состоянии оказать сопротивление да так вот этих мародеров этих мародеров хотели в общем-то приговорить к смертной казни как собственно и положено с такими кадрами поступать но заинтересовал вопрос а почему они не боялись заразиться они заходили в дома где были чумные они брали вещи чумных выносили их тащили к себе и при этом не заражались и не боялись заразиться оказалось что у них есть такой рецептик вот которым они пользовались достаточно активный поэтому не боялись заразиться в обмен на этот рецептик им сохранили жизнь их помиловали до рецептик оказался очень простым это была настойка чеснока на вине собственно как сейчас рекомендуют поступать для профилактики коронавируса надо мыть руки надо умывать лицо вот не лазить грязными пальцами в уши в нос и в глаза соответственно да ну фактически все то же самое что не рекомендуется делать в любых других случаях когда зараза передается и контактным и воздушно-капельным путем здесь они делали все то же самое они мыли руки этим настоем этой настойкой чеснока они ею умывались и они ее пили все ребят все очень просто соответственно в нынешних условиях в нынешних условиях можно пойти двумя путями путь 1 взять бутылку водки взять соответственно луковицу чеснока выдавить в эту бутылку водки настоять там денька три ну хотя бы чтоб карты что-то там настоялась да вот после чего развести все это хозяйство один к четырем водичкой ну или для самых продвинутых значит приобрести спиртометр и развести все это дело градусов так до 9 10 крепости вот и пользоваться то есть умывать руки лицо да этим всем хозяйством принимать внутрь путь второй для эстетов пользоваться так сказать первоисточником делать настойку все-таки именно на вине да будет просто чуть чуть дороже единственно что предупреждаю не надо этим хозяйством поить несовершеннолетних детей вот раз не надо это хозяйство употреблять перед тем как садитесь за руль или собираетесь выполнять какую-то ответственную важную работу требующую скажем так кристально чистых мозгов и быстрой реакции вот в остальных случаях собственно пожалуйста понятно да вот конечно можно полоскать рот там но гаишнику объяснять будет очень сложно что вы всего на все что там прополоскали потому что чуть там боялись как-то так в принципе на своем стриме последнем я об этом хозяйстве рассказал но искать там все это дело долго поэтому берите здесь и пользуйтесь всего-навсего придумал не я вот рецепт этот донесла до меня история и и вещи которые все-таки работают все-таки стоит использовать правда жаль что европа об этом забыла всем пока а